Как найти идею вашего успешного проекта? Что такое проект? Это воплощение в реальность некой мечты, идеи, образа будущего, который неким образом отличается от того, что у нас есть сейчас. Для того, чтобы преодолеть сопротивление материи от ситуации здесь к ситуации будущего, необходим определенный энергетический потенциал. Долго занимаясь проектной деятельностью, объясняется, что многие отличные идеи, очень правильные с точки зрения социальной значимости, не реализуются, не становятся усмешанными ровно потому, что они нафиг не нужны людям, которые декларируют создание этого нечто. Без личной заинтересованности и личного устремления к тому, чтобы это что-то было, проект успешный не станет. Поэтому идею надо искать в той зоне, где у вас есть разность потенциалов. Эта разность потенциалов может быть в двух моментах. Она может быть в ситуации, которая меня очень страшно напрягает, и мне хочется вывести ситуацию в нормальную. Я хочу нормально проезжать по этой улице. Меня достала эта яма. Вот как бы в тот момент, когда меня очень сильно достает эта яма, ну, может быть, я там совершаю некое действие, потому что бы этой ямы не было. Должно сильно достать. И очень хочется, чтобы было нормально. Есть представление о норме, есть представление о том, как я не хочу. Есть желание приложить усилия и подумать, а как от ситуации, вот той, в которой не хочу, что для меня является нормой. И запускается вот это понимание, что идея – это понимание того, как я вижу ситуацию сейчас, как я вижу образ желаемого будущего, и как я каким образом собираюсь перейти. Потому что, ну, если у меня есть там образ на горе, то, грубо говоря, я туда могу зайти в обход по длинной штуке, я могу там скарабкаться напрямую на скалах. Это зависит, опять же, от моего темперамента. Я буду выбирать дорогу к тому месту, куда мне хочется, опять же, в зависимости от своих внутренних потребностей и устремлений, ну, и от тех возможностей, которые я вижу. Я вряд ли полезу на крутую скалу, если у меня нет каких-то вещей, или я внутри проекта должна буду думать, а где я возьму вот. Ну, как бы саму эту возможность вот собраться напрямую. Так вот, для того, чтобы проект был успешный, вот первичной самой штукой является это вот осознание, где я, осознание, куда я, и вот этот напор потенциалов, разность потенциалов между. И вторая ситуация, которая может стать идейное реализуемое, это когда я нахожусь в ситуации нормальной, ну, мне хорошо. Но у меня есть творческий порыв, ну, вот, нечто сделать. Я хочу петь. Вот, как бы, я живу хорошо, все, ну, вот хочется петь. А вот хочется петь не одному, а хочется петь, чтобы с друзьями петь. Вот. И это уже ситуация, когда я начинаю создавать, не преодолевать какую-то яму, которая мне мешает, а я начинаю создавать то новое, в котором вот мой какой-то порыв, там, соберение будет реализовываться еще лучше. Вот, фактически, это таких два энергетических момента, которые позволяют мне вообще начать мыслить о преобразовании. Либо что-то меня очень сильно достает, настолько, что я хочу прекратить, чтобы оно было, либо меня что-то настолько распирает, что я готов в это делиться и выплескивать в мир. И вторая штука, если мы говорим о социальных проектах, вот, как бы, ситуацию преодоления, там, меня достала моя посуда, я, наконец, пошел ее помыл, не является социальным проектом. Хотя логика, там, значит, вот этого действия, она здесь, наверное, ровно на этом же механизме. Вот, чтобы проект был социальным, эта яма должна доставать некую значимую группу людей. То есть, эта проблема должна парить не только меня, но и некое сообщество, которое тоже постоянно, значит, бьет нос на этой яме. И мое стремление петь должно поддерживаться, там, какими-то людьми, которые еще либо тоже хотят со мной петь, либо которым, вот, певческая активность является, так или иначе, в общем, значимо привлекательной. Вот, это такие базовые, как бы, точки, исходя из которых мы начинаем искать в рамках нашего мастер-класса, собственно, где находятся, ну, те места, которые достают лично вас, где находятся те штуки, которые распирают лично вас, и чего вы хотите больше, либо, значит, реализовывать вот то, что распирает вас, либо использовать то, что вас распирает, на то, чтобы, там, успешно преодолеть вот эту историю. И, ну, вот, в рамках мастер-класса мы просто очень конкретно, там, с помощью игровых таких и натурных историй ищем это для вас. И уходим от, там, неких правильно абстрактных моделей, мы будем помогать пенсионерам, пионерам, детдомовцам, вот к тому, что, вот, лично меня волнует. И поэтому я буду помогать пионерам, пенсионерам, детдомовцам. Спасибо. Спасибо.